Здравствуйте, взрослые! Здравствуйте, дети! День необычный сегодня на свете. Музыка всюду, улыбки и смех. Школа открыла двери для всех. И не грустите, девчонки, мальчишки. По играм, занятиям, сказочным книжкам. Со школьной жизни все начинается. В загадочную страну мы отправляемся. И снова школа, и снова здравствуй. Мы так скучали. Школа, знаешь, говорим без лукавства. И вновь за парты с друзьями сядем. Учебный год мы начинаем. Мирикник и тетрадей. Вот и лето пролетело, закружилась вновь листва. Во двора вдруг опустела снова в школе детвора. Мы за лето повзрослели, впечатлений набрались. Но пора за дело браться. Дни учебы начались. И вновь за парты с друзьями сядем. Учебный год мы начинаем. Мирикник и тетрадей. И снова школа. Ребята, закончились жаркие летние каникулы. Они пролетели как один день. И сегодня 1 сентября. Звонит школьный звонок. Сегодня праздник. Это праздник начала учебного года. Это праздник встречи со своими друзьями, с учителями, которого они видели целое лето. Друзья, поздравляю вас с этим замечательным днем. Днем знаний. Желаю всем легко и весело учиться. А также успевать во всех сферах жизнедеятельности. Удачи вам и хорошего настроения. Бодрости и позитива на весь учебный год. Итак, вперед в страну знаний. Итак, ребята, впереди вас ждет много нового и интересного. Ждет много испытаний. И мы с вами не будем грустить, а будем веселиться и играть. А смотрите, какую телеграмму я сегодня получила. И она адресована школьникам. Давайте ее зачитаем. Здравствуйте, ребята. Спешу поздравить вас с днем знаний. И приглашаю в первоклассное путешествие по стране знаний. Ваша королева страны знаний. Вы согласны отправиться в путешествие? И сегодня мы с вами отправимся в первоклассное путешествие по удивительной стране. Но она будет полна новых чудес, новых открытий. По этой стране могут путешествовать только школьники. Поэтому я вас сегодня приглашаю в это путешествие. И первым на нашем пути будет разминка, которая будет называться «Две тропинки. Ответы без запинки». На этой тропинке мы проверим, знаете ли вы имена великих людей. Итак, перед вами картина «Джаконда». Кто же автор этого произведения? А вы все догадались. Леонардо да Винчо. А «Путешествие Гулливера» все читали, все знакомы с ним. Правильно, Джонатан Свифт. Перед вами картина из «Лебединого озера». Это балет. А написал Петр Ильич Чайковский. Но у нас есть король вальса. Кто же у нас король вальса? А король вальса – это непревзойденный Иоганн Штраус. Руслан и Людмила. Правильно, Александр Сергеевич Пушкин. А «Ночь перед Рождеством» кто же написал эту повесть? Все верно, Николай Васильевич Гоголь. А теперь мы с вами отправимся дальше на вторую дорожку. Самое-самое в России. Самое большое озеро в мире. Какое? Каспийское море. Хотя оно на самом деле, ребята, это озеро. Самое мелководное море на Земле. Что же это за море? А это Азовское море. Верно. А самый большой остров в России? Самый большой остров в России – это Сахалин. А самая высокая вершина у нас? Какая же это вершина самая высокая? Это Эльбрус. Верно. А самое глубокое озеро. Не только глубокое, но самое чистое и охраняемое – это Байкал. Правильно. Теперь мы попадаем с вами в долину чисел. Здесь задания, я думаю, будут несложные. Нужно просто привести пример пословиц, в которых содержатся числа. Я вам начну читать, а вы должны это продолжить. Итак. Один в поле. Верно. Не воин. Одна голова – хорошо, а две – лучше. Семеро одного. Все верно. Не ждут. Не имей сто рублей, а имей всегда сто друзей. Самый лучший выход. Первый блин всегда, что комом. Один за всех и все за одного. Верно. А семь раз пример и пословица говорит, что нужно отрезать всего лишь один раз. Правильно. Молодцы. Справились и с этим заданием. А теперь отгадайте анаграммы. Я пышно красуюсь на клумбе в саду. Захочешь – поставь меня в вазу. Но с буквой «К» в огород я пойду. И если капусту на грядке найду, капусте достанется сразу. Это роза. А с капусту съест у нас коза. Все верно. Поменяли только буквы «Р» на «К». Если мне на место «А» мягкий знак дадите, сразу сорную траву в птицу превратите. Что же это за трава, которая сорная и превращается в птицу при замене одной буквы? Лебеда. И превращается в птицу лебедь. Правильно. Под моей листвою пышной можно скрыться в летний зной. Если «К» сочтете лишним, смысл получится иной. Стану белым и пушистым, волокнистым, шелковистым. Полотенца, простыня могут выйти из меня. Из чего? Из клена может выйти что? Лен. Правильно. Охотно ты по мне пройдешь и свежим воздухом подышишь, когда с конца меня прочтешь. Травы уж больше не найдешь, а что-то шумное услышишь. Правильно. Верно. Если мы по лугу идем, мы с вами свежим воздухом дышим. А если перевернули слово, то мы услышали что? Гул. Все верно. Продолжаем дальше. Назовите писателей, которые писали о природе. Я думаю, ребята, вы все догадаетесь и знаете их. И все верно назовете фамилии этих писателей. А это и Николай Сладков, и Виталий Бианки, и Виктор Астафьев, и Сетан Томпсон, и Дарил, и Эдуард Шим, и Михаил Пришвин, и ряд других писателей, которые писали о природе. Если вы их не знаете и не читали, то я советую вам их взять в нашей библиотеке и почитать. К какому жанру относятся следующие произведения? Илья Муромец и Соловей Разбойник. Алеша Попович и Тугарин Змей. Я думаю, все вы знаете, к какому жанру. Верно. Это былины. Автор книги «Вечера на хуторе Близдиканьки». Я думаю, всем вам известна эта книга. И написал Николай Васильевич Гоголь. А вот у лукоморья дом зеленый, золотая цепь на дубе том. Отрывок из поэмы, да? Кто автор его? Александр Сергеевич Пушкин. Все верно. Продолжаем наше путешествие дальше. А кто был иллюстратором русских сказок? Таких как «Царевна лягушка». Кто же у нас был? Снецов, Билибин, Куркин и другие художники, которые иллюстрировали эти сказки. А сказка о мертвой царевне и семи богатырях Александра Сергеевича Пушкина. Кто же, ребята, ее иллюстрировал? А иллюстрации делали очень много художников. Разные художники. И Канашевич, и Маврина, и Дегтерева, и Виноградова. Ну и ряд других художников. То есть все сказки иллюстрированы очень-очень многими художниками. А теперь определите сказку по предмету. Перед вами зеркальце. Ведь с какой сказки? Сказка о мертвой царевне. Две девушки смотрятся в зеркало, они собираются куда? И в какой-то сказке. А это аленький цветочек. И девочка-школьница смотрится в зеркало. Она что-то хочет там увидеть. Это королевство кривых зеркал. Верно, если не знали, но мы теперь уже узнали, откуда эти предметы. Ребят, вам необходимо превратить выражения, содержащие термины и понятия биологии в известную пословицу или поговорку. Что можно сделать и что у нас будет из этого получаться? Так вот, например. А сколько и млекопитающее, не собжая питательными веществами, оно постоянно смотрит в растительное сообщество. Кто же и какая это пословица? Сколько волка не корми, он все в лес смотрит. А кровососущее насекомое не может сделать больше острым ртовой аппарат. Пословица комар носа не подточит. Правильно. А каких зверей называют так? Косой, сахатый, косолапый, серый, рыжий. Этих зверей, я думаю, животных все назовете и знаете. И правильный ответ. Заяц, лось, медведь, лиса, волк. Какая самая высокая трава на земле? Самая высокая трава на земле. Это верный ответ будет. Памбук. А самое сладкое дерево наших лесов? Береза, липа, дуб. Как вы думаете, какое дерево самое сладкое в наших лесах? Верный ответ. Липа. А какая птица в мире самая большая? Сразу ответим. Это страус. А знаете ли вы математику? Давайте проверим, как вы ее знаете. Когда этой женщине математику было 8 лет, стены и комнаты из-за нехватки обоев оклеили листами из учебника высшей математики. От созерцания внешний вид многих формул так и врезался в ее память. С 15 лет начала систематически изучать высшую математику. Впоследствии она стала первой женщиной математиком и доктором философии. Кто это она? Это София Ковалевская. Правильно. А какая фигура изображена на самой известной картине Казимира Малевича? Что это за фигура? Я думаю, вы правильно ответите. Это квадрат. А картина называется «Черный квадрат». Назовите, кто изображен на иллюстрации. В каких науках, кроме литературы, известно его имя? Думаем, да? И мы ответим верно, что это Михаил Васильевич Ломоносов. И он известен у нас еще в астрономии, физике и химии. А сколько будет 0,2 километра в дециметрах? 20 000 дециметров, 2000 дециметров или 200 дециметров? Сколько? Подумаем и давайте ответим. 0,2 километра – это 200 метров. В каждом метре 10 дециметров. Следовательно, умножаем 200 на 10 и получаем 2000 дециметров. Вот сколько будет 0,2 километра в дециметрах. Правильный наш ответ. А назовите геометрические фигуры, какие вы знаете. Вот Буратино думает над этим. А мы сейчас увидим их и с вами правильно назовем, да? Это и цилиндр, и прямоугольник, и ромбы, квадрат, и овалы, параллепипед, треугольник и ряд других фигур геометрических существует. А как называется человек на компьютерном языке? Пациент, клиент, пользователь, заказчик. Как же он правильно называется? Я думаю, ребята, что правильно – это пользователь. А теперь давайте отправимся с вами в истории. Великий русский князь, потомок Игоря, воин, удачливый полководец. Его имя было подобно крому для кочевых племен, рождущих струсью, хотя обозначалось святой. Кто же это такой князь? Это князь Олег. Крупнейшим сражением какой войны стала знаменитая Бородинская битва? Какой войны, ребята? Отечественной войны 1812 года. Князь какого русского города известен как Александр Невский? Это князь Великого Новгорода, верно. А когда Москва впервые упомянута в летописи в 998 году, 1147 или 1223? Я думаю, правильный ответ – 1147 году. А какой город выдержал во время Великой Отечественной войны 200-дневную блокаду? Севастополь, Ленинград, Киев. И верный ответ – правильно, это город Ленинград. Герой изображен в составе еще двух знаменитых богатырей на известной картине русского художника. Стал одним из самых популярных героев Белин. Кто же это? Я думаю, вы все его хорошо знаете, да? А это Илья Муромец. Верно. Автор картины – это Виктор Васнецов. И картина называется «Богатыри». Все верно. Продолжаем дальше. Назовите художника, который нарисовал эти картины на исторические темы «Утро стрелецкой казни», «Бояриня Морозова», «Карл Брюлов», «Валентин Серов» или «Василий Суриков». Я думаю, ребята, вы сразу ответите и назовете Василия Сурикова, потому что он является автором этих картин. Молодцы, ребята! Видим, что вы готовы к школе. А наше путешествие подходит к концу. И я хочу еще раз вас поздравить с началом учебного года. Пожелать вам крепкого здоровья, хорошего настроения, интересных вам дней, верных друзей преданных. И, конечно, ни минуты не скучать и пятерки позлучать. И до новых встреч! Ждем вас в библиотеке!